Максим Гаусс. Лесник. Назад в СССР. Книга вторая. Глава первая. Тревожные моменты. Конец апреля, 1957 год. Где-то юго-восточнее Кыштыма. Я ждал уже третий час. Все тело давным-давно затекло, мышцы ныли, как бы намекая на то, что пора бы уже встать и размяться как следует. Одежда на животе уже насквозь промокла от пота, а запах сырости начал раздражать. Нет, так-то я приученный. В прошлой жизни еще в учебном центре инструктора научили меня лежать без движения в течение 6-7 часов, но раньше и тело у меня было другое. А здесь? Безусловно, я уже осознал, что во мне произошли некоторые изменения, и я уже не тот человек, кем был раньше. Физически и интеллектуально. Некоторые полезные навыки и знания потерялись, но взамен появились другие, реакция стала хуже, но при этом изменилось мышление. Да и решения во многом были сомнительными, смешение подсознаний оставило свой отпечаток. Однако, несмотря на это, времени зря я не терял. Едва поправив здоровье, сразу же возобновил тренировки, продолжил бегать по утрам. Начал отжиматься, качать пресс, даже скрутил себе турник, где и выписывал канделябры на зависть местной детваре. В общем, потихоньку приобретал нужную мне физическую форму. Но этого было недостаточно. Недавняя схватка с браконьерами показала, что от навыков опытного боевого офицера и выживальщика осталось немного. Тяжко вздохнув, я перевалился на другой бок. Терпение уже было на исходе, а чертов кабан все не появлялся. Где ж его черти носят? Рядом лежало новенькое двуствольное ружье ИШ-Б-36. Спустя пару недель после войны с браконьерами от прошлого председателя мне достался этот боевой трофей. Судя по всему, Тимофей Александрович из него даже ни разу не стрелял. Изящный корпус ружья мне сразу понравился, а первый же выстрел окончательно развеял все сомнения, словно бы для меня делалось. О чем только я не успел подумать за прошедшее время. Последняя мысль заставила меня усмехнуться. О черте случайно, недальние родственники кабанов. Тьфу ты, всякая чушь в голову лезет. Нужно сосредоточиться. Вообще все дело в том, что недавно из Министерства управления охотничьего хозяйства СССР неожиданно пришло указание предоставить сведения обо всех обитающих в нашем районе кабанах. Типа популяцию они анализировали, сводки какие-то делали. Чего им там взбрело в голову? Матвей Иванович сказал, что это обычное дело. Не в первый раз такое распоряжение поступает. Опытный егерь знает, куда идти и где смотреть. Еще в конце января старика все-таки выписали из госпиталя и вернули обратно в поселок. Медицинский персонал вздохнул свободно. Неугомонный дед там всех достал своими нравоучениями. По возвращении в Соболевку он еще долго кочевряжился, но все-таки сдался и в марте наконец-то сложил в себя полномочия егеря. Все-таки удар по здоровью был ему нанесен ощутимый, и старик начал сдавать обороты. Но это решение не помешало ему бродить по тайге и дальше. Она для него дом родной, кто бы там что ни говорил. Как и стоило того ожидать, на замену старику из управления никого не прислали. Хитрый лесник несколько дней ходил в задумчивости, а потом лично отправился к новому председателю сельсовета. Что он там с ним обсуждал, я мог только догадываться, но когда меня вызвали в администрацию, то поставили перед фактом, что моя кандидатура рассмотрена на должность нового егеря. Вернее, не только рассмотрена, но и утверждена. Жители Соболевки, благодаря моим стараниям, уже прекрасно знали, кто я такой. Опять же, спасибо вмешательству Федора и его бывшей супруги. То, что я практически в одиночку разобрался с браконьерами и восстановил справедливость, сыграло огромную роль и добавило мне авторитета. «Женька, не обольщайся!» – угрюмо пробурчал Иваныч, когда я сообщил ему новость. «Егеря с тебя пока что никакой, но так и быть, буду потихоньку тебя обучать. Глядишь, что толково и выйдет. Но смотри, от меня пощады не жди. Я с тебя три шкуры сдеру, но ты у меня научишься делать все, что умею я». «Иваныч, ну ты чего?» – показательно возмутился я. «Вообще-то кто-то целую банду браконьеров успокоил. Кстати, если помнишь, товарищ Уткин хотел меня живьем в твоем доме сжечь». «Ну и что?» – фыркнул старик. «Тоже мне противники. Один раз гаркнул, они и разбежались. К тому же с Уткиным тебе медведица помогла, сам же говорил». «Ага, твоя медведица меня с Маву на тот свет чуть не отправила. Хороша помощь», – усмехнулся я. «А после в поисках твоего зимовья по тайге сколько скакал. Ты ведь мог мне сразу весь расклад дать, но не сделал этого». «Эх ты!» – с досадой махнул рукой старик. «Не понимаешь ты еще многого. Люди – это люди, а со зверем себя по-другому вести нужно. Ну, молодо-зелено». В общем, подводя черту, отмечу, что последние пару месяцев я активно постигал охотничью науку, а заодно вбирал в себя все тонкости обязанностей егеря. «Честно говоря, соглашаясь на должность, я и не думал, что придется столько ходить. Днем и ночью, все ножками-ножками, с ружьем и рюкзаком на плечах. Каждый день по 10-12 километров, а как теплее стало, так еще больше. Мозг-то у меня тренированный, а вот тело оказалось к такому не готово. Кстати, в декабре, когда закончилась вся заварушка с мстительной медведицей и браконьерским сообществом коварного Снегирева, ко мне пришли из милиции. Ведь как ни крути, а дело получилось громкое. Люди, что прикрывали Снегирева сверху, перепугавшись, вдруг куда-то пропали. К счастью, утрясти многие недомолвки помог сам Федор. По итогу я объяснил участковому и председателю, что документы мои были уничтожены во время пожара, поэтому им пришлось поверить на слово. Через некоторое время в обход формальностей мне сделали новые документы взамен утраченных. В счет моих заслуг, честно говоря, не думал, что это возможно. Больше не было никакого браконьера Ивана Смирнова. По паспорту был только я, Евгений Громов, 26-го года рождения. Наличие документов давало мне право спокойно покинуть эту глушь и перебраться в город поближе к людям и цивилизации. Да хоть в тот же Свердловск или Челябинск. Деньги у меня тоже были. Оказалось, что бывший завхоз в своем личном бараке хранил то самое золото, что отыскала наша группа, перед тем, как меня бросили умирать на той поляне. Уткин сам попросил Федора сохранить имущество до лучших времен. Обменяв его, я стал обладателем почти десяти тысяч рублей по тем временам. Казалось бы, езжай и живи как человек, но я предпочел остаться. Никакого желания ехать в город у меня не было. И вот сейчас, отойдя от Соболевки на добрых тридцать километров к юго-востоку, мы со стариком случайно обнаружили целое семейство дальних родственников Пумбы и буквально с первого же взгляда заметили, что вожак вел себя подозрительно странно. Мало того, что он держался вдалеке от остального семейства, так еще и ничего не ел. Уже второй день. Хрен его разберет, почему. Что-то беспокоит животинку, нахмурился Иваныч, глядя на него в бинокль. Чуткий к таким вещам старик очень заинтересовался и принципиально не хотел уходить из этого района, не разобравшись с причиной. Уже второй день мы вели наблюдение, и были поводы для того, чтобы насторожиться. Матвей Иванович, ты, конечно, человек опытный, произнес я, глядя на своего наставника. Но скажи мне, какого черта мы тут торчим? В телеграмме же черным по белому было написано предоставить сведения о количестве животины. Остальное не наше дело. Женька, не торопись, проворчал старик. Ты заметил, что вчера кабанет было четверо? Ну да. Вот, а сегодня трое. Он поднял вверх палец. Самка никогда не бросит малыша одного, а потеряться ему здесь негде. Может, сожрал кто? Что? Мало ли тут хищников ходит, места-то глухие совсем. Не знаю, задумался егерь. Может, ты прав, только я не слышал, чтобы ночью кто-то на кого-то нападал. И все же кабан этот. Хоть старик ушел на заслуженную пенсию, в поселке его все равно продолжали называть егерем. В жизни иногда бывает так, что прозвище или псевдоним намертво прилипает к человеку, что ты не делай. Вот это как раз тот самый случай. Вообще, учитывая тот факт, что мы находились вдали от цивилизации, люди сознательно отошли от многих правил, власть особо не интересовалась о потребностях людей, все внимание было направлено на рост городов, экономики и мировой политики. Одна только история с Венгрией чего стоила. И вот сейчас, лежа прямо на собственном тулупе, я ждал, пока хоть где-то появится наш странный кабан. Но, как назло, того нигде не было, и это меня не на шутку взволновало. Все остальные были здесь, а самец пропал. Как и сказал Иваныч, ночью мы не слышали никаких звуков нападения. Обычно, если кто-то кого-то кушает, слышно на сотни метров, а тут ничего. По прошествии еще сорока минут я не выдержал и, поднявшись, медленно направился к Лешке Матвея Ивановича, в трехстах метрах к югу. Но, когда я прибыл на точку, его тоже не оказалось, хотя рюкзак и тулуп лежали на прежнем месте. Не понял. Иваныч, задумчиво пробормотал я, оглядываясь по сторонам. Вокруг тишина, ни души. Остальное кабанье семейства паслось в двухстах метрах к югу, на небольшой полянке. Мы старались соблюдать тишину, натянули на себя маск-халаты, не желая беспокоить животных. Я двинулся дальше, обошел небольшой поросший мхом холмик и вдруг наткнулся на бурелом. Пришлось обходить его. Метров через тридцать справа от него с ружьем за спиной неподвижно стоял Матвей Иванович. Голова опущена, вид задумчивый. Иваныч, негромко окликнул я, ну что там? Старик не отреагировал, только неопределенно головой качнул. Я подошел почти вплотную, но пока не разглядел, куда именно он смотрит. Ты чего? Гляди! Не оборачиваясь, кивнул он. Прямо перед нами среди веток лежала огромная изуродованная туша кабана, за которым мы второй день вели наблюдение. Ребра сломаны, брюхо разорвано, а обе задние ноги вырваны вместе с ляжками. Шкура подрана так, будто на него дикие кошки напали. И повсюду кровь. Вы когда-нибудь видели вблизи матерого дикого кабана? Лесной кабан мало того, что сам по себе уродливый и страшный, он еще и огромен. К тому же он крайне опасен для любого человека, случайно оказавшегося у него на пути. Но при этом глуповато, нетерпелив, достаточно залезть на дерево, и потерявшее вас из вида животное свалит само. Но увиденное сейчас заставило шевельнуться в моем желудке утренний завтрак. Ни хера си! Вырвалось у меня, картина была не самой приятной. Это еще что такое? Сухо пробормотал старик, услышав незнакомое слово. А? Это древнее японское выражение, символизирующее крайнее удивление. Спохватился я на ходу, придумав значение. А, вот и я того же мнения. Кто это его так? Не знаю, первый раз вижу подобное. Ни один хищный зверь не мог такого сделать с матерым кабаном. Даже медведь на такое не способен. Сначала просто звери пропадали, а теперь вот это. А человек мог такое сотворить? Мы переглянулись. Оба подумали об одном и том же. На подходе к этому месту мы видели тухлые останки еще двух кабанов с похожими признаками. Затем пропадает молодой кабаненок. Потом ни с того ни с сего дохнет матерый самец. Уж не происки ли это браконьеров? Ведь товарищ Снегирев вместе с председателем с позором бежали в тайгу, где бесследные пропали. Другие браконьеры тоже сбежали кто куда. Что если они осели где-нибудь в этом районе и вновь принялись за свои гадкие делишки? Я склонился над остатками животного, чтобы осмотреть все поподробнее. Следов от пуль не видно. Если бы зверь подорвался на мини, все выглядело бы куда хуже. Как минимум, была бы воронка. Но откуда бы в глуши взяться мини? — Черт возьми, кто же это сделал? Или что? Не обнаружив никакой зацепки, мы отошли в сторону. До Соболевки было далеко, километров тридцать. — Здесь есть охотничья лагеря или поселки? — поинтересовался я, доставая карту. — Есть один, — отозвался тот. — Я в сорок девятом году там проходом был. — Тьфу ты, совсем из башки вылетело, как поселок-то обзывается. — А, Прокофьевка, точно. — Дым в трубу, пельмени, не разлепись, — пробормотал я. — Что ты такое мелешь? — снова удивился егерь. — Ну, наши планы по переписи популяции кабанов только что посыпались. Что теперь будем делать? — Полагаю, что возвращение в Соболевку откладывается на неопределенное время. — Да, хочу осмотреть этот район и понять, что все это значит. Что-то здесь странное творится. Видел я уже похожее. Правда, давно это было и неправда. Все это действительно было очень странно. Я видел озабоченность на лице старика. Его это беспокоило куда больше, чем меня. Кто-то устроил охоту на кабанов, но почему именно так? Отошли к стоянке, решили провести ревизию наших вещей. Провизии воды с собой было немного, но на пару дней точно хватит. К тому же можно использовать то, что дает лес. Плюс вокруг было множество ручьев, в которых обитала рыба. Конечно, учитывая характер окружающей среды, на ночь приходилось принимать меры безопасности. Спали на растянутых между деревьями гамаках на высоте 3-4 метров. На дереве тоже можно, только хрен выспишься.